Клавиатура и мыши в сторону, пора самим пинать мяч. Виртуальные игры легко могут перерасти в реальные. Так считают участники одной из футбольных интернет-игрушек. Долгие годы они играли друг против друга, глядя в монитор своего компьютера. А теперь решили встретиться и выяснить, кто лучше играет в футбол в действительности. Организовать турнир, причем на голом энтузиазме, вызвался один из участников проекта вифа.ру, известный под ником Литвик. Первый в истории чемпионат прошел в Алуште. Поиграть приехали футболисты-любители из многих городов Украины и России. Заявились и пермики. Первый турнир провели, как-то скомкнуло, то есть я два дня бегал в мыле, да. Ну а теперь мы попробуем, попробуем в Алуште еще раз организовать второй чемпионат уже. Если конкурентов на вифе не возникнет, может быть первым там или кто-то подключится, я не знаю. Вот, попробуем организовать, то есть будет продумано заранее. Я хочу более чем три дня, чтобы есть возможность еще культурные мероприятия провести, чтобы ребят вывезти в горы на джипах, может показать какие-то красоты. Сказать, что все играли в свое удовольствие и не придавали никакого значения результату, конечно же, нельзя. Баталии на поляне развернулись предельно упорно и жарко. В результате первое место буквально потом и кровью добыла команда, имевшая условное название сборной Америки. В финале они обыграли хозяев коллектива Алушты. Что касается пермяков, то они, усиленные москвичами, выступили довольно неплохо. Проигрывая в стыковом матче 0-2, им удалось переломить исход встречи и добиться победы 4-2 над командой Крыма. Мне, как капитану, стоит ждать от нашей команды более хороших результатов, и мы будем в дальнейшем добиваться более серьезных побед, вершин, потому что это не наш уровень, мы должны побеждать. В итоге россияне заняли 5-е место. Впрочем, довольны остались все, кто принял участие в турнире. Главное встречаться и главное это общение. Игра это вторичная, всегда должно оставаться вторичной. А вот встреча людей, дружба, общение, это должно оставаться на первом месте. Я считаю, что для первого раза это просто превосходный турнир. Дай бог, чтобы следующие турниры проходили так же. По завершению турнира все разъехались по домам. Есть время, чтобы основательно потренироваться и показать высокие результаты во втором чемпионате. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.